всем привет друзья с вами Гамилькар Барко продолжаем наши прохождение отдела total war отдел сей эпоха карла великого за державу карла великого играем итак у нас здесь война с вестфальцами началась как вы помните недавно разгромили остфальцев сейчас принялись за вестфальцев громим тут варвара внесем сюда культуру и веру христианскую на эти варварские языческие земли итак захватили паденборн предыдущей серии достаточно крупный город варварский полностью объединили провинцию ангри наконец-таки это у нас получилось сделать и сейчас осаждаем город аснобюрк и я думаю что эту серию мы начнем именно с захвата этого города но это основная будет основной лейп-мотив этой нашей серии но займемся сейчас пока что ремонтом в падеборне отремонтируем здесь у нас монореальный суд имеется но у нас монореальный суд также есть в городе эрфурте так что можно здесь в принципе даже перестроить в рыночный городок но сначала отремонтируем дальше у нас языческие языческое святилище здесь имеется это конечно же надо сносить сразу так и у нас здесь есть инженер осадных машин это тоже сносится моментально вот дальше большой вопрос тут еще есть усадьба но усадьба у нас также есть в эрфурте то есть знания копируют друг друга я думаю что лучше снести конечно же то есть получается что все три здания мы не должны снести и полностью перестроить этот падобор но на это уйдут деньги время конечно но это необходимо делать для того чтобы наша империя развивалась более сбалансировано так теперь собственно говоря сам оснобёрк атакуем смотрим что здесь за войска у противника здесь очень большие силы и численный перевес на их стороне и у них имеются мечники так что давайте продолжим осаду подождем пока они сами будут из города и там уже разберемся мы можем подвести сейчас сюда армию так переобучим наших лукарей давайте переобучим и вот эту армию тоже здесь тоже лукарей тоже переобучим замечательно я думаю что стоит продолжить осаду и подвести нашу вторую армию сюда поближе на всякий случай замечательно так теперь теперь у нас остаются ребята товарищи это держала у нас нардальбинги они тоже вступили с нами в войну после того как мы объявили войну вестфальцам так что нам тоже будет с ними замириться так но давайте пока пробежимся по строительству и посмотрим что где можно строить так 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 здесь уже у нас довольно таки развитые развитая провинция западная китай провинция западная стр требует нашего внимания здесь мы снесли водяную мельницу теперь можно что-нибудь здесь построить так а что мы можем построить собственно горячего у нас в этой провинции нет у нас здесь почти все есть и так здесь мы построим вместо водяной мельницы построим карьер это будет давать нам плюс 200 монет дохода и собственно говоря столицу этой провинции город ран перестроим в церкви для того чтобы построить потом здесь приют ибо карьеры будет давать на минус 2 к загрязнениям так 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 ну здесь в принципе все движемся дальше смотрим что где можно построить это гасконь кстати в гасконе сейчас чумой чума закончила в гасконе так что выводим отсюда больные чумой войска чтобы они здесь не натворили делов ставим их лагеря пускай стоят пока чума не пройдет дальше уже вернем их потом город так теперь у нас наша провинция восточная квитан здесь чума буйствует так это у нас другая наша провинция это бургундия здесь тоже все спокойно вроде бы когда отправим нашего императора карла в леон так а я хочу отправить даже его не в леон а отправить его в провинцию западный западная питань и здесь прокачать казарму чтобы нанимать более элитных мечников надо перри перевооружить армию нашего карла вернее даже сказать взять ему вообще новую армию состоящую из более элитных войск а то это не дело уже какое хода у нас достаточно бомжеватые ребята конечно ведь они прокачались у них есть опыт у них есть на щит меч то есть они прокачены не не стоковые можно сказать фуловые но все равно надо их надо их заменить и дать карл боль достойные войска так что у нас на востоке на востоке у нас вроде бы все нормально вот она провинция вильцы она вроде бы не так близко к границе да и в принципе здесь есть куда вкладывать деньги собственно говоря этим я и займусь сейчас я построю здесь дали столько остается городские центры прокачать и церкви городские центры и церкви нет пока не буду деньги есть а вот вкладывать их по большому ты счету и некуда вот наша столица ахин давайте прокачаем ахин построим здесь казармы так а вот на центр города нам не хватает но давайте тогда отменим строительство казарму построим центр города и можно заканчивать уже ход и так вот она выходные боевые потери это у нас наследие мартелла но хорошо что в гасконе самой чума прекратила прекратилась и болеет только армия так bertrand ты меня уже заколебал если честно так донатора здесь нету ну ты сидишь здесь в ахине тварь надо его убить бертрада ищим бертрада где он есть вайфер вот он бертрад так дадим задание кому дадим задание так 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 дадим задание ансельму убийство дартрана все замечательно приказы отдали казна у нас 12 тысяч денег достаточно неплохо так и здесь у нас устроили диверсию отравили войска но ничего так сейчас нашим агентам заходим нас на территорию вот этих нардальбингов видим что в бремени стоит стек дальше идем и в гамбурге пусто два стека но они пустые ну что ж это просто прекрасно так атакуем теперь оснобюрг атака авторасчет и захватываем этот город замечательно ну и делаем оккупай фракция уничтожена в эстфалии поздравляю вас друзья еще одна воровская фракция уничтожена теперь следующая наша задача это захват провинции саксония два города мы здесь видим что они под контролем нардальбингов бремен и гамбург но я думаю сейчас мы быстренько это дело все исправим подтаскиваем сюда еще одного шпиона и идем в сторону данных потому что с данными у нас тоже началась война так теперь ремонтируемся 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 и сносим вот здесь вот эту постройку чертоги воинов они нам здесь не нужны построим христианскую церковь лучше теперь 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 так это у нас падэборн который мы захватили у вестфальцев здесь мы построим сейчас церковь есть таверну в принципе можно либо казармы водяной водяную мельницу давайте построим водяную мельницу хотя нет давайте сейчас построим торговый пост вот эту фигню снесем и вот эту фигню тоже снесем замечательно так теперь войска у нас прокачались так это у нас генерал прокачался редбат так редбат лояльность 9 так что дадим тебе мыслителя и красноречия дадим тебя замечательно а это у нас кто это у нас обдо лояльность 6 но лояльность 6 это не так много в принципе поэтому будем качать тебя в военную ветку замечательно так войска у нас в падэборне сидят здесь общественный порядок посмотрим от чего он складывается из плюс 35 но не помешало бы увидеть за счет чего он так складывается так вопросы веры постройки плюс 31 дает в принципе в принципе нормально можно даже войска вывести и отправиться в сторону хиллесхайма как граница с вот этими нардальбингами для того чтобы быть готовым если они вдруг решат на нас напасть кстати следующий ход это будет зима так что военных действий никаких предпринимать не будем скорее всего просто встанем лагерем и будем ждать начала теплых дней для того чтобы продолжить нашу военную кампанию так 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 что в бордо так здесь чума продолжается в армии да но я думаю что скоро она закончится если если все будет так в ангулеме по-прежнему чума но это просто бред какой-то это просто бред так здесь перестраивается центр города в церковь я думаю что скоро вот ведь даже город скоро можно по идее расшириться и построим здесь приют дадим плюс к санитарии на соседнюю провинцию тоже будет влиять это наша провинция вот это вот западная китай она будет под двумя бафами из бордо и под бафом из западного нестера я думаю что должна должна будет там санитария уже прийти в норму должны там будут закончиться болезни так карл нашему нельзя заходить в арверны потому что здесь чума а другого пути вот на наш западный нестер не наблюдается в виде переправа на вот только вот здесь вот и в любом случае нам необходимо будет заходить в город но хотя давайте попробуем как-то нет 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 обойти и обойтись без этого но надеюсь что мы не зашли только что в город потому что здесь чума и наш карл может заболеть чумой печально конечно же давайте пока что займемся тем что наймем в леоне войска так поставим туда администратора вот этого дорогу дорогу на вот этого перца поставим в качестве гарнизона в леон и передадим ему я бы сказал все войска которые у нас здесь имеются кроме кавалерии но это будет уже позже а пока у нас 8000 давайте их вкладывать куда-то потому что деньги надо постоянно вкладывать чтобы была бы отдача но раз мы не можем построить новых построить давайте вложимся в городские центры нас 8000 как раз два городских центра мы можем построить я предлагаю построить аббатство в кодбусе это на востоке и в провинции западный нейстер перестроить поместье в монреальный суд и вот на этом предлагаю закончить очередной ход и так началась война на нашего брата напали мусульмане напала тайфа валенсия тайфа сарагоса вернее и наш брат просит нас вступить в войну но мы само собой вступаем войну на стороне нашего брата судя по всему нашему карлу придется отправиться в испанию дабы усмирить там воинственных арабских захватчиков которые захватили себе эти земли придется нам начать реконкисту и здесь у нас королевство нортумбрия предлагая договор о нападении требует 100 монет нам в принципе на них наплевать давайте заключим от нас него будет зато будем уверены в том что никакой херни приплывет на кораблях и не ударит нам в спину так империи у нас устрашающий теперь мы прокачались замечательно так не боевые потери наследие марта марта борта гасконь цель достигнута королевское имя прежде чем истинный король утвердит свою власть над землей его имя должно прозвучать со всех четырех сторон дополнительное задание 1 6 время идет мы достигли многого но нашему народу предстоят еще более тяжелые испытания казна у нас будет плюс 10 тысяч вернее она уже есть прибой войны бьются об армии истинного короля словно волны оберега решительный решительный он устоит под их ударом достичь империя уровень 5 так теперь у нас подозрительная смерть замести следы или чё так это у нас ансельм смог убить бертрама по приказу карла замечательно этого ублюдка давно была пора убить так а теперь хотя покушение увенчалась успехом способ убийства оказался грубее чем вы рассчитывали то вам придется ответить на множество трудных вопросов надежное алиби сделать неважно довести следы что же нам сделать давайте надежное алиби что он нам дает не может быть они в это время выполняли а ну все да вот давайте мы типа прикроем сейчас этого нашего ансельма скажем что он делал задание которое мы ему поручили и поэтому он не мог убить бертрама так что у нас избыток населения в франконе 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 так чё тут построить можем давайте посмотрим так ну сразу видим что мы здесь в принципе имеем очень много различных построек в принципе здесь подойдет нам водяная мельница по идее только ее у нас нет из тех зданий которые дают нам прирост к бабкам и вот в принципе карьер но карьер потом дает минус к загрязнению а у нас здесь все по нулям так что это может очень дурно нам аукнуться поэтому просто пока что строим водяную мельницу и прокачиваем поля вот такие вот дела у нас так отправляемся на еще дальше на восток вновь завоеванная новозавоеванная провинция это у нас город оснобирк и здесь мы должны перестроить вот эти вот длинные чертоги снести для начала потом уже перестроить так дальше у нас идет падэборн а здесь в падэборне мы построим что-нибудь сейчас так у нас здесь строится в принципе торговый пост можем построить карьер либо можем построить постоялый двор так давайте здесь мы построим тогда у нас усадьба есть и мы снесли только что усадьбу давайте построим водяную мельницу опять-таки и продолжим сносить вот эту вот фигню либо просто перестроим здесь христианскую церковь но хотя нет давайте просто снесем ее так состояние у нас здесь продолжается ждем начала лет для того чтобы продолжить наш военный поход теперь отправляемся на запад что у нас здесь а у нас здесь церковь построилась вместо царского двора да теперь перестраиваем церковь в аббатство здесь за 3 200 так в принципе у нас 15 тысяч денег можем их вкладывать в вот блин а армия нашего карла заболела чумой это просто бред да ладно че поделаешь это просто меня бесит и нам сейчас придется пройти через город бурже а здесь чумы нету и чума здесь тоже будет блять армия попала на карантин это просто уродская хрень какая-то блять ненавижу ладно давайте займемся строительством а дальше уже будем разбираться этой чумой хотя че там разбираться просто она заколебала просто заколебала так в западной стере сейчас перестраиваемся строим монореальный суд 3 200 это нам обойдется так в западной Критании у нас уже все городские центры перестроены идем дальше идем дальше 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 это у нас западной стер это у нас вильцы а вот здесь вот можно в принципе вложиться и перестроить городские центры хотя в липсе можно и построить торговое поселение дальше идем это у нас богемя здесь тоже строим аббатство и 3 200 у нас денег остается в принципе в принципе нормально ну что же нам остается дождаться лета и начать вторжение на земли нардальбингов для того чтобы окончательно здесь обезопасить наш северо-восточный рубеж северо-восточной границы и дальше уже в принципе можем даже начать вторжение на территорию даннов но посмотрим как это у нас получится с вильцами у нас вроде отношения довольно таки неплохие может даже против них и не будем идти но мы сейчас должны закончили с этими ребятами и уже приступать по идее к объединению франкских земель с вами был Гамилькар Барко друзья мои спасибо что вы смотрели это видео увидимся в следующих сериях бай-бай